Музыка Всем очень рада вас видеть, спасибо, что начали время, так рано приехали И меня зовут Лариса Ринар, и мне бы хотелось с вами поделиться нашим новым проектом Ну и рассказать об этом проекте И, вы знаете, я считаю, что то, что сейчас мы создаём всё вместе, это действительно очень важно И для меня очень важно, чтобы об этом проекте действительно начали говорить Сейчас расскажу, почему, и чтобы о нём узнали Может, мы сначала как-то познакомимся, да? Тогда, может, я попрошу вас назвать своё имя, откуда вы? Так, чтобы я уже как-то так узнала И... А, да, какой? А следующий там, да, да А, расскажешь чуть-чуть про себя, да? Да, то есть действительно мировые тренды и то, чем приходят к нам И с чем, если о чём мы сталкиваемся Говорят про то, что время серой безличной массы проходит И всё больше и в экономике, и в развитии, и в обществе Востребованные люди, которые в чём-то уникальной Соединены со своим талантом И готовы создавать нечто новое Ну и то, что если раньше была действительно борьба за ресурсы Сейчас борьба за таланты, да? И 90% реклама, ой, 90% компаний Они в поисках талантливых и уникальных людей И мне очень понравилась недавняя статья Форбси От Михаила Фридмана о индигоэкономике Да, это как раз тоже было про это, что сейчас Мир и общество, и Россия в том числе нуждаются в талантливых людях Причём не просто талантливых людях, а людях, которые умеют работать в команде Умеют себя проявлять, умеют что-то создавать Ну, естественно, там наличие облака инфраструктуры Это больше к области экономики, политики Но то, что можем сделать мы Мы действительно можем научить наших детей и себя Использовать эти таланты Потому что, ну, вы не обязательно знаете, что обычно, да, говорите, что вот Россия страна непризнанных денег, да? И это было до этого Потому что сейчас, в принципе, у нас есть всё, чтобы стать признанными денями И если посмотреть, опять же, на историю того же Google, да? То есть, вот то, что было заложено в Сергее Бримана, да? Ну, это же российское воспитание, образование, да, его отца То есть, да, он уехал, но то, что он унёс с собой, он унёс то, что ему дали здесь Его родителям дали здесь И... А, будет следующий, да? Ну, это вот, на самом деле, не статистика Это мои собственные представления То есть, если до этого была такая научная статистика То мне кажется, что действительно очень многие корпорации Ну, мы как компания, да, тоже Мы предпочитаем нанимать талантливых людей Потому что мы понимаем, что они могут сделать действительно нечто экстраординарное Что будет способствовать развитию компании, да? А доход, ну, опять же, это, да, я не знаю Но мне кажется, и то, что я вижу, чувствую, что это действительно Ну, как только ты соединяешься с тем, что тебе близко, дорого тебе Мир готов за это платить Вы знаете, меня вдохновляет одна история Три года назад, когда у меня был тоже такой турнир Я была в Челябинске В Казани, когда тоже Саши были И в Челябинске наш организатор Оксана Горошко Она пригласила фотографа Дмитрия Воротина Ну, и я, знаете, такая три года назад со своей этой Думаю, боже, какой талантливый мальчик Он делал потрясающую фотосессию Мне кажется, надо вставлять эти фотографии И, ну, и как-то я думала, вот, Дмитрий, а вы в Москву летаете Он говорит, ну, как-то это дорого, далеко Я думаю, ну, вот, все, талант погиб в глубинке уральской Наивная я Талант себя найдет И в этом году, когда у меня было турне, я звоню Оксане, говорит, знаешь, как-то московский фотограф Я говорю, вот, не нравлюсь я себе А как там Дмитрий? Он вообще Он говорит, ты что? Он прям летает в Москву И я ему звоню, говорю, Дмитрий, вы можете прилететь? Я говорю, да, у меня много очень съемок в Москве И вас сниму И он прилетает, делает потрясающую фотосессию Все фотографии, которые сейчас для турне, это он делал И тут я становлюсь апассадором бренда вот этих часов IWC И они говорят, Ларис, надо сделать фотосессию Как мы тебе их вручаем? Он говорит, есть какие-то вот в Москве Мы своего позовем или ты кого-то нам хочешь там? Ну, кто-то есть, с кем ты работаешь? Я говорю, да, есть, Дмитрий Балокин А он говорит, откуда? Я говорю, из Челябинска Я говорю, ты что, он прилетит? Я говорю, ну, конечно, прилетит Ну, тем более, IWC Это швейцарская там компания Бренд часовой Известный, международный И он прилетает Он делает потрясающую фотосессию Черное и белое Потом, если интересно, тоже могу показать эти фотографии И скинуть Ну, просто вот И все эти бренд-менеджеры швейцарские Вся головной офис Они как в Москве Теперь мы всегда будем его только звать на свои фотосессии И, да, и вот это вот то, как талант Если ты талант, то мир тебя признает И мир готов тебя, да, там, звать, помогать, поддерживать И, ну, и с точки зрения психологии, да, вы понимаете, что когда человек занимается любимым делом, он, естественно, вдохновленный, ему не нужны, опять же, я тебе говорю с точки зрения физиологии, да, наркотики Там алкоголь, потому что у него уже вот это, да, удовольствие от деятельности, адреналин, состояние И это, кстати, Наталья Роджерс в своей книге «Творческая связь» она тоже про это говорит, что если дети в состоянии творчества, то у них снижается, вообще не снижается, перестает быть вот эта потребность у наркотиков То есть, тем самым мы еще и спасаем наших детей от, да, вот этой подверженности разным негативным влияниям И здесь я приняла, привела несколько запросов Это по, из книги Стивена Коби, как раз, про воспитание лидеров Что ждет бизнес-сообщество, да, от сотрудника и, да, и высокая креативность Опять, все, в общем-то, понятно, да, ответственность, умение работать в команде, да, что ждут родители В общем-то, родители, мы как родители, да, ожидаем, в принципе, того же самого, да, чтобы наши дети были достойные, талантливые, успешные Да Ну и что ждут дети? Им тоже хочется заниматься любимым делом, им тоже хочется уметь преодолевать трудности, быть уверенными в себе, да, быть победителями И здесь тоже мне очень нравится, знаете, вот эта схема, от чего зависит наш успех, ну, и успех наших детей Любого из нас, от наших интеллектуальных способностей, от уровня образованности, ну, это то, что дает обычная школа, университеты, да, все То, то, а культурная среда, которая есть От профессиональных навыков, это то, опять же, что мы с вами и дети получаем, когда мы, да, ходим на курсы фотографии или курсы журналистики, да, получаем это профессиональное образование Но есть два аспекта, на которые, как правило, в школе, да, и не обращают внимания Это как раз вот эти личностные качества, да, воспитание, когда, опять же, да, умение работать в команде, доводить дела до результатов, планировать, мыслить Расставлять приоритеты и творческий потенциал, да, умение действительно нестандартно мыслить Придумывать какие-то новые ходы Причем мы же сталкиваемся с ними каждое мгновение, да, каждый день, когда-то что-то вдруг происходит, это так, что делать, да И вот это умение вдруг что-то найти новое решение, оно действительно такая же компетенция, без которой в современном мире, когда все меняется, каждое мгновение не прожить И действительно, внешняя среда, она уже перестала быть настолько определяющей, как это было раньше, когда, я тоже читала сейчас вчера какую-то тоже потрясающую статью, что в 70-х годах, да, там, 70% населения не выезжало дальше районного центра Путешествие в Сочи, это было событие Сейчас мы с вами и наши дети ездят по всему миру, для них это естественно, да, общение и умение быть в этом глобальном сообществе И вот эти умения, это действительно то, что надо и необходимо И проект, который мы сейчас запускаем, он действительно создан для подростков 14-16 лет, чтобы им понять, в чем их талант Потому что талант и, в общем-то, это тоже реальность, это то, что заложено в наших генах То есть мы не можем, на самом деле, развить то, что нам не дано И если мы делаем то, что нам уже дано, то мы в этом более успешны, да, мы развиваемся, и мы в этом более эффективны Ну и, я не знаю, не очень, опять же, утренним наш сегодняшний разговор, можно, да, рассказать эту историю Альгель, да, я, знаешь, запомнила, что Аль, это же Луна? Луна-цветок Луна-цветок, да, я помню, вот Луна-цветок Ну, дай, а можно, да, про мягкие игрушки? Да, прошу Ну, просто, утренний месяц История Альгель, она, так что, Альгель, сейчас тоже будешь в историю Про то, что мы сейчас как раз с Альгель с утра, пока меня фотографировали, красили Мы говорили про таланты, про то, чем нравится заниматься И Альгель мне рассказал потрясающую свою историю про то, как в детстве нравятся эти мягкие игрушки И она до сих пор их сейчас шьет, создавая игрушки, даряя их, и дети с ними спят, там, да, люди с ними, да, соединяются И вот это вот, и нам, в чем талант, проблема с талантом, что он нам, для нас настолько естественный, что мы его не рассматриваем как таланты И в чем еще, мне кажется, такое, да, и вот это вот понимание, куда и что мне делать, и как я через это могу изменить мир Сделать его добрее, да, более красивым, более таким вдохновляющим Когда мы с этим соединены, я прям в этом уверена, что детям очень важно понимать свои таланты, знать, что с ними делать И здесь еще важна поддержка родителей Вы знаете, вот мы начали уже эту программу, сейчас я тоже покажу, мы вот ее только-только запускаем И одна из наших преподавателей, она мне звонила, пишет там, ну, письмо в ужасе, говорит, у нас первое занятие как раз посвящено определению детьми своих талантов И домашнее задание, прийти к родителям и спросить, папа, мама, какие таланты вы во мне видите? Когда я узнала, что ответили родители, я разрыдалась Знаете, что сказали родители? Они сказали одному из детей, твой талант меня бесить, а другому твой талант лень И когда увидели, ну, что дети, ну, как бы, сжались и такие, ну, 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 рисовать еще умеешь, да, то есть вот это вот То есть родители, они, они не готовы даже видеть в детях талант, да, они готовы его поддерживать, готовы бы его, да, как-то колить и лелеять И здесь важно, почему, что, да, конечно, я думаю, что эту программу сейчас, когда мы ее запустили, сейчас все равно расскажу про историю проекта, да, что важно и родителей тоже, да, в этом отношении развивать, показывать им И в принципе, действительно, что важно, чтобы дети не только знали, в чем там, но понимали, что с этим делать, да, потому что профориентация, ну, в общем, сейчас, мне кажется, в каждой школе Но вот это умение, хорошо, как проектное мышление, да, как создать некий проект, когда ты там, да, знаешь свой талант И как благодаря этому получить деньги, потому что очень многих страх, и он прям заложен в родителей тоже, да, что если ты будешь заниматься любимым делом, ты себя не прокормишь У нас тоже есть такое, и тоже рассказывают истории, когда девочек говорят, мам, я хочу там быть пейзажистом, а мама говорит, нет, дорогая, ну, юридически Точно деньги заработаешь, какой там пейзажист Вы спрашиваете, если что, какие-то Да, можно Полагаю, четыре этапа Первый этап – представление программы И девять занятий, в ходе которых дети делают проект Не слышно? Вы сами задеваетесь в микрофон, я думаю, надо повысить на сегодняшний блок, может, или нет А то брак по звуку Да, там, да Защита проектов и затем пятерненный тренинг подмосковных Для тех, кто победил И презентация программы – это как раз детям, родителям, учителям и администрация школы И мне кажется, это очень важный этап Сейчас тоже многие школы сразу начинают вести занятия Говорят, что родителей, вроде как, дай не пригласить Ну, вот, у нас как раз, когда три года назад мы делали этот мастер-класс двухчасовой Для детей Мы в Казани, у нас было такое чудесное помещение Мы детей пригласили, а родителей оставили Ну, как бы А в Челябинске, и дети там, ну, что-то мы с ними делали Программу двухчасовой как раз, мастер-класс А в Челябинске мы этот мастер-класс проводили в книжном магазине И у нас не было возможности вывести родителей Вывести родителей, да И для меня это было огромное открытие, что родители, они наравне с детьми Искали свои таланты Но самое главное, они на детей посмотрели абсолютно другими глазами Они осознали, в чем талант их ребенка Потому что они вместе с ними делали задания, да, как-то И они потом подходили и говорили Теперь мне хочется поддержать ребенка вот в этом Не заставлять его учиться, там, не знаю, на финансиста или экономиста И вот это, мне кажется, самое ценное Что родители, они становятся союзниками и сторонниками, да, этого, этой программы И дальше у нас девять занятий И вот эти девять занятий, действительно, что такое твой талант И как найти идею для твоего проекта Как оценить имеющиеся ресурсы на реализацию проекта И как отношения с родителями, да, влияют на это Как психотип, чтобы понять, а что у меня получается А что мне надо нарабатывать, ну, или команду, да, собирать Как правильно ставить цели и писать план Как, ну, опять же, да, творчески подходить к решению проблем В виде процесса Как верить в себя и находить тех, кто верит в тебя, да, вот эту поддержку Как создать команду И как научиться доводить дела до конца, получать результаты Ну, и как, кстати, благодаря этому получить деньги Ну, и как презентовать свой проект И этапы подготовки проекта И дальше, когда они проходят всю программу Она где-то рассчитана на два с половиной месяца Они уже представляют свой проект И те, кто защищают И те, кто выбирается в лучший проект И победителем как раз влаги в Подмосковье И каждый участник получает такую позолоченную монету Талант, потому что вы помните эту притчу про таланты, да Что таланты, да, раньше была такая монета, да, серебряная, правда Которая, да, кто-то талант закопал в землю, а кто-то, да, приумножил Как символ процветания И творческий лагерь, это как раз вот такая, да, через экспрессивное искусство Но там, на самом деле, очень такая мощная программа Внутренне, как арт-терапия, да, то есть они в рамках этого лагеря создают спектакль Но при этом очень много чего прорабатывается Что мы уже начали обучение учителей Но мы как бы тут, опять же, важно, что мы открыты Потому что мы специально вебинары все записываем То есть любой учитель, которому, или любая школа, которому интересно подключиться Мы сразу включаем в процесс И уже начались уроки в школах, да, для детей Ну и где-то мы считаем, опять же, кто как пойдет Но может 15 декабря закончится, начнется защита проектов А лагерь мы планируем на весенние каникулы Чтобы уже как-то было такое, да, помните И, в принципе, сейчас вот где-то, сколько у нас, 15-20 школ пока запустили Допускаем, то есть какие-то школы подключаются, какие-то школы меняются То есть пока этот список, он еще вот такой, да, формирующийся Ну, что-то там О, в Телеграмму, ну так А, вот так А, вот так Угу Да, дальше И история проектов Есть ли вот про сам проект «Вопросы»? И это был проект благотворительный То есть в чем его еще особенно Что, ну, учителям мы платим за проведение этих занятий Да, то есть они ведут как в школе, как дополнительное образование И еще мы тоже им за проведение занятий Ну, там, меценаты или мы Ну, мы, как компания, насколько можем, да Если это будет разрастаться, конечно, нам нужно будет уже кто-то, да Кто будет тоже участвовать в этом проекте И еще в этом проекте, в принципе, участвуют как бы три стороны Это волонтеры, это обычно родители Которым хочется, чтобы их дети участвовали в этой программе Поэтому они все находят, организуют и курируют Да, то есть если есть дети-подростки, то вот можно стать, да, поучаствовать в этом проекте Как я уже говорила, преподаватели Мне кажется, тоже это очень важный аспект Потому что, ну, вот мой опыт в 15-летней работе с женщинами Я вижу и верю в то, что когда, как только женщина меняется Она по-другому начинает относиться к детям, да, к окружающим, к мужу Мне кажется, очень важно именно учителям проходить этот Участвовать в этом проекте, да, чтобы они тоже по-другому стали относиться к детям Да, и мне кажется, вот через это мы тоже запускаем очень такие важные изменения в стране Потому что когда они сами становятся другими, да, они детям по-другому начинают все это нести И этот проект возник из школы для девочек У нас там был несколько лет такой благотворительный проект, который мы тоже вели в Москве и в Санкт-Петербурге Школа для девочек Ну, потому что мамы приходили и говорили, у наших девочек надо тоже учить чего-то Вот, и мы их учили У нас прошло где-то 70 девочек в возрасте 12-16 лет Потом, как раз вот, когда у меня был учебный в 13-м году Я проводила вот эти двухчасовые мастер-классы для детей Но тогда мы не совсем понимали, как реализовать этот проект Мы тогда, да, искали-искали В общем, сейчас к нам пришла, подключилась такая дамба, которая разбирается во всех нюансах образовательной системы Поэтому, в общем, это уже все запустилось, как это правильно И был мастер-класс тоже для 120 детей из детских домов и школ В ходе благотворительного проекта «Радужная нить» А, ну вот, все Так что, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы А про меня тоже Я по образованию детский практически психолог И в течение трех лет я вела такую программу раннего развития для детей Где-то в год и три у нас были детки с мамами Все всегда как-то с мамами Больше с детьми И потом на основании этого тоже написала программу для Леоныша Книжки есть для Леоныша По другой фамилии Богданова В двух ипостасях А, и эта программа, Леоныш, она до сих пор на базе одного детских садов существует, развивается То есть опыт накапливается раннего развития Так что, готова ответить на все ваши вопросы Ну, скажите, пожалуйста, а 14-16-летний пост для ВВГ издавал Как-то уже от детей требует, чтобы они уже в 14, собственно говоря, определились Как-то с развитием Какой талант, во-первых, может быть с 14 до 16 И вообще, когда начинать надо обращать внимание Ну, конечно, в пять лет ребенок он максимально соединен со своим талантом И это сразу видно Но это уже в таком, да В идеале В 14 лет они уже понимают Они уже знают И здесь мы даже им больше говорим про области Есть вот этих чем областей развития таланта Да, там человек-человек, человек-образ, человек-техника И здесь, ну, опять же, вот Айгель, да, сегодня мы говорили, что она как фотограф У нее талант, человек-образ И это отражается и в фотографировании, и в куклах То есть умение видеть, да Но вот именно что в этой, то есть хотя бы область понять, да Человек-природа или где ты там, да, находишься Или человек-человек И это, знаете, еще нас как родители Ну, опять же, да, вот у меня два сына Одному 18, другому 25 И Митю как-то я, когда вот он еще учился Мы его на финансовый менеджмент отправили И он бросил, да, университет на третьем курсе Сказал, что ему это не интересно Ну, и тогда есть такая Так, давай твой талант выявлять Наконец-то Мама такая Созрела Созрела, да Очнулась А? Очнулась Очнулась, да И мы, я сделала с ним вот эти процессы разные Как найти его талант там, да И он у меня оказался прирожденный психолог И он сейчас вот тут все Ну, сейчас тут все равно, я думаю, закончится Чтобы хотя бы психологическое образование получить Ну, конечно, легче Доучиться Там и второе высшее, чем все по новое А с младшим, я сразу поняла, что он человек социум, да И он вот в экономическом управлении Он с этим очень так соединен И ему это нравится И самое главное еще, что, ну, опять же, не главное, но мне кажется, нас как родителей Нет, вы знаете, иногда, опять же, социум давит Ну, я там, как мама, вот мой ребенок там Как спортсмен, никаких там достижений У всех дети как дети Какие-то там медали, да У меня тут никаких медалей Или там математических олимпиад Ты знаешь, ребенка, соответственно, вот этими ожиданиями, да А он человек там, человек, ну, не до медали и не до спорта, да И он там человек социум То есть он про другое И мы как родители, мы тоже так, да, расслабляемся Говорим, ну, прекрасно, да Вот ты там листочки собираешь Человек природы И ты собираешь свои гербарии, да Или там человек тела Тоже есть такая прекрасная история Я не помню, может, уже из какой она книге Как родители У них была девочка очень активная, Джилиан ее звали И она такая очень активная была И ее уже собирались переводить в школу для отсталых детей Ну, потому что она слишком была неусидчивая И тут, слава Богу, пришел талантливый чехолок Посмотрел на нее и сказал, что она же прирожденная танцовщица И она стала великой танцовщицей, да То есть все, мне увидели этот талант Его не стали подавлять, а его стали поддерживать И это вот настолько, насколько, да, важно нам Как учителям, родителям Ну, и, в общем-то, сейчас без этого Если раньше, опять же, да Ну, ты хоть как-то мог найти себе место в социуме Не обладая талантами То сейчас мир просто, он про другое Да, и мы как родители, в общем, должны быть там Ну, Мария, можно вопрос? Ага Вы уникальная женщина Уникальная женщина Уникальная личность Уникальные специалисты во всех областях Смотрите, то, как вы собирали круг женской силы, да То есть вы же собирали эти знания, да То есть вы четко перелопатили информацию, чтобы вот создать и вот так вот В современном, да, языком все это притомести для 21-20 века, да, женщин? А когда вы собирали вот эти знания, да И вот эту программу, этот проект Я уже услышала арт-терапия, я уже как психолог хорошо Какие еще вы техники используете? Каких, ну, мировых психологов, да На основе каких знаний? Здесь, естественно, все равно у нас есть комитетная психология, расстановки Да Я понимаю А что вы понимаете? Без них никак, особенно с родителями Да, так, так Да, то есть это естественно А что мы еще Что-то еще не распространило Просто так много всего То есть всего помаленьку Всего по мировой психологии Да, да А вот если брать мировых авторов То есть на каких книгах вот мировых бестселлеров по психологии? Я тоже, да? Я могу потом списать литературу А, да Ладно Хорошо Хорошо Там очень масса всего То есть вот прямо я там Получается, что отовсюду берешь Какую-то самую эффективную методику Что-то там Ну, просто, да Что-то от стиленоколия Что-то от всего Да Можете вас после просить? Много времени запрещается ваша встреча, к сожалению Очень много вопросов Можете вы сейчас, сегодня Для наших Для нашей истории Там все Можно Всевышней встречи с нами Дать Небольшую инструкцию Может быть И родителям Как определить талант Своего ребенка И на что Брать внимание То есть Про семь областей Мы уже сказали И я попросила вас Да И может быть Что Что сделать Как сделать И Чего нельзя делать Вот 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 Ну я думаю Что да Обрали внимание Про это тоже Да А можно А Спасибо Да Вы тоже Украшение Уже 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 То Что Да Уже Уже Да Я не думаю Кто-то готов Поплатить деньги И слушать это Да А талант Это Уже 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 Если Говорить С точки зрения Моих любимых психотипов И Уже Уже Вы Уже 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 Да 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 Нет Да то наш психотип определяет область нашей реализации как раз для женщин у которых как мы говорим проявлена девочка хозяйка для них лучшая реализация в социальной сфере и в семье благотворительная семья для них это такой прям действительно созвучны и психотипу и душе все учителя вся социальная сфера женщина у которых проявлен креативность и эмоциональность или как мы говорим девочка любовница и женщины творческие это все в полной сферы женщина которых проявлена креативность и логика это как раз первооткрыватели первооткрыватели это все ученые это все предприниматели а в россии кстати относительно мирового развития высокий процент женщин предприниматель у нас 45 процентов женщин владельцев мелкого бизнеса у нас там опять же у меня есть данные более точные то есть нам очень нравится в российские женщины они такие активные в этом отношении созидающие это масс-медиа мне кажется многие из вас как раз тоже на это все вот или до первооткрыватели телевидения по идеологи политики и сфера сенсорики и логики это как раз бизнес структуры да королева и хозяин там талант например у нее один или вот у меня там талант я люблю писать я люблю создавать красоту и собирать команды у меня прям талант собирать талантливых людей вокруг себя да и важно чем я занимаюсь наружной рекламой или там детским развитием или антиречной медициной я все равно буду писать статьи или книги я буду делать это стараться создавать там красиво да потому что меня красота вдохновляет чтобы это было красиво сделано представлено да и я буду собирать команды да то есть я не человек я не могу там да все это опять же психотипа делать что-то одна мне нужно чтобы был творческий коллектив а в какой сфере это уже я когда заканчивал биофак и после биофак у меня был такой момент когда я работала в боксе микробиолог у меня специализация и вот я в этом институте сижу в этом боксе с чашки пепли я понимаю себя не могу мне нужны люди и я пошла учиться на чехолок да это не моё да а как вы соблюдаете личный вопрос можно сказать да свою экологичность потому что большое скопление людей большой энергозатрат вы очень много дает много ездите да как вы себя восстанавливаете практика медитации утренние упражнения йога ну да у нас все расписано комплексы каждые два месяца кстати да я хочу тоже меня это вопрос очень интересует у вас все инколепная фигура вы отлично выглядите спасибо вы каким-то видом сколько конкретно занимаетесь только вот утреннего упражнения сейчас мы все стоим две минуты в планке или кто-то не в планке ну в планке узнали мы да две минуты особенно будем видеть да если смотреть все равно если там человек область девочка будет классовать там наряды куклы ну какой то вот это вот все равно да если техника если там жучки паучки ну вот хотя бы область да посмотреть область и методом исключения обычно у нас есть три области интересов и какие книжки нравится читать про что фильмы нравится смотреть да какие герои себя соотносят я тоже еще подумаю на этот вот например для маленьких детей так если мы не получили результат то нам некуда двигаться нам не на что опереться да наверное некуда двигаться дальше и вот это вот да то здесь через обратную связь что можно сделать что можно сделать получше да как можно сделать то есть мы не ругаем но мы стимулируем вдохновляем да как это через интерес а что да ну я помню когда я тоже училась психологии еще детской практической и у меня моя преподавала научный руководитель Мария Владимировна Ассорина такая очень любезная детская практическая психология она например была очень большой противницей вальдорфской психологии как раз потому что там не было вот этого ну готовности ребенка в жизни в социуме да что его там все время хвалили а мир не будет тебя все время хвалить нужно уметь принимать и критику и знать что с этим делать и как да и отличать где критика а где осуждение да и мы тоже рисуем детям например вот эту табличку критика осуждение комплемент и обратная связь да то есть то что оказывается а никакой он более пластичный более восприимчивый более креативен ну потому что больше этих связей и опять же если говорить о сенситивных периодах развития да то если мы чего-то не делаем мы потом это не можем верстать и когда мы говорим о раннем развитии то формируется и мышление и восприятие и память ну все эти основные да вещи и если мы это делаем ну например когда мы делали развивающую программу да ребеныш у нас детки были мама ребенок мама ребенок да то есть шесть там деток или там десять и десять мам и вместе они все взаимодействовали и были занятия что и память и мышление и восприятие и логика и ну все 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 а какой год вы сделали у нас был от года трех до трех да совсем маленькие и они прекрасны да и мы сколько тогда вели и все дети которые мы сейчас им по 25 это конечно то есть у них потом вообще никаких проблем в жизни не было ну с точки зрения да мне кажется с точки зрения всего что там дальше это будет талант там вот где-то будет тормозить а какая-то другая в области его затормозит потому что у ребенка каждый план ресурс и если вы не направляете все так куда то тут вот они остаются как бы не лучше что-то там нравится подход физиологический но с точки зрения А еще хотят спросить во всех, что в развитии талантов родители должны участвовать, ученики, а мне кажется, что сами компании, например, в Америке, когда в Гугл если взять, какие условия работы, то есть там есть 8 бесплатных ресторанов, там паузы для сна есть, там массажисты, фитнес-залы, то есть мне кажется, когда компания создает такие условия для работы, то есть и талант начинает подтянуться, естественно, со всего мира. А в наших компаниях, в которых вы никуда идете. Ну, придет время. Да, да, да. Будут ресурсы, пока мы еще на создание ресурсов. Ну а как легко? Что нужно сделать? Директорам? Ну понятно. Можно, то есть вы как родители можете прийти в директорам школу, да, рассказать про проект, что там они или психолога, или учителя, которому они интересны. Нет, и? То есть вот как это, вы в Москве, вы в Казани, как это интеграционирует? А, дальше у нас есть чудесная Азия. Или есть? Ну и вот там понятно. Где-то есть координаты наши, ну и мои координаты есть, да, там и у нас Алина и Алла Шеляпина занимаются. И дальше мы просто подключаем человеку, высылаем все планы, занятия. То есть вы обучаете? Обучаем, да. Вы обучаете специалисты из школы? Да. То есть человек, педагог из школы приезжает в Москву? Нет. По скальку, по фебинару. А, понятно. Ну, пока. Да. Обучение для них тоже планы, и просто… А им еще потом приплачивать будут. Да. Им еще приплачивать будут. Да. Да. И эти курсы идут два с половиной месяца. Я понимаю, правильно? Дети. Нет. Они ведут для детей. Они ведут для детей два с половиной месяца. Да. Обучение сколько тогда? Ну, обучение, в принципе, у нас получается десять вебинаров, да, то есть вот где-то, ну, два дня. То есть я думаю, что, конечно, сейчас, если мы наберем фул какой-то, да, то мы вообще в течение двух дней… Ну, смотрите, там же все равно необходима специализация. Малопедагогическая, ну, знаешь, какая-то психологическая специализация у человека, который… Ну, шиматринга, конечно, да. Ну, что такие процессы, они, в общем, опять же, минимально такие травмирующие. Ну, там нет… По-моему, да. То есть импринтов там… А? Да. Да. Там все очень экологичные процессы. Такого прямо… Дети, конечно, меняются… Да.